Это сквозной информационный эфир на телеканале РТВА. Сейчас наша рубрика «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно раздута. Разбираем, какие новости действительно новости, а какие ими только притворяются. Сегодня главного редактора РТВА Алексея Пивоварова, который традиционно представляет эту рубрику, заменяет Илья Клишин, диджитал-директор РТВА. Илья, привет тебе снова. Привет. У нас сегодня традиционно два «Инфошума». Первый пришел из Нью-Йорка. Постоянный представитель России при ООН Виталий Небензи потребовал от постпреда США не называть власти России режимом. Василий Небензи попросил свою коллегу из США Ники Хейли не называть так власти России. Об этом сообщает РИА Новости. В общем, что произошло? Во время заседания Совбеза ООН Ники Хейли назвала Россию, цитата, «оккупирующей державой и дестабилизирующей силой в Украине». Цитата, «суверенные права нации являются фундаментальными, но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Осада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит сочностью да наоборот», — сказала Хейли. В ответ на это заявление Небензи, наш представитель в ООН, попросил Хейли соблюдать, цитата, «элементарные дипломатические приличия». «Я хочу напомнить постпреду Хейли», — сказала Небензи, — что в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство, — сказал дипломат. Почему это инфошум? Ну, во-первых, это совершенно ритуальное дипломатическое действие. Американцы вообще уже в 128-й раз используют слово «режим», когда говорят про российский политический строй. Российские дипломаты, значит, также в 128-й раз просят своих коллег подбирать слова. И все это ни на что не влияет, ничего не меняет. Это, в общем-то, такой обмен дежурными колкостями. Например, некоторое время назад официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущую Yahoo Global News Кетти Курик не использовать слово «режим». Она тогда сказала, я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а это демократия, — сказала она. И тут еще есть интересный лингвистический момент. Слова «режим» в русском языке и «режим» в английском, это заместительница Французского, они имеют некоторый разный стилистический оттенок. Например, в словаре «Мерия» и «Вебстера» есть несколько значений слова «режим». Это, в частности, режим управления, форма управления, например, социалистический строй и правительство власти. То есть оно не имеет такой негативной, болезненной коннотации, как в русском языке, там, «кровавый режим» или «репрессивный режим», там, «режим пиночета». То есть для русских людей это для русского слуха звучит ужасно, а американцы не понимают это, как, не знаю, просто ложные друзья переводчика. В общем, несмотря на все это, об этом написали больше 50 российских СМИ, и многие в заголовках пытались преподнести, что Россия вот отчитала Америку, российский панат отчитал американского коллегу. Например, такие заголовки «Соблюдайте элементарное дипломатическое приличие», «Небензия» резко ответила слова Хейли, это «Раша Тодей», «Небензия» в ООН прилюдно отчитал постпреда США, это издание Южного федерального округа постпред России в ООН прилюдно снова отчитал коллегу за некультурность, лентару и так далее. Ну, в общем, интересно, что ни одно американское СМИ об этом вообще сегодня не написало. То есть это настолько дежурный факт, что на это никто не обратил внимание. Ну, зато в России отчитались. Да. Ну что, переходим ко второму инфошуму. Практически наш любимый сквозной, как сквозной эфир, герой инфошума Михаил Саакашвили часто попадает в эту рубрику. Он пообещал, цитата, совсем скоро вернуться в Украину. Я напомню, что его какое-то время назад выслали оттуда. В общем, бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии, а сейчас лидер партии Движения новых сил Михаил Саакашвили, пообещал вернуться в Украину уже очень-очень скоро после того, как Госпогранслужба страны, до 21-го года запретил ему въезд в Украину. Об этом Саакашвили сегодня написал в своем фейсбуке. В общем, Саакашвили написал, что въезд ему на самом деле запретил, цитата, обезумевший от страха воры, который, снова цитата, почему-то думает, что продержится еще три года. Саакашвили считает, что украинской власти уже пришел конец, снова цитата, и он сможет вернуться в страну уже совсем скоро, намного раньше, чем через три года. Он даже допустил, что принесет Порошенко передачку в тюрьму. Снова цитата. В общем, Саакашвили 12 февраля выслали из Украины, в Польшу, на самолете принудительно. 21 февраля глава пограничного отряда Мастисского запретил политику въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Адвокаты Саакашвили тогда пообещали обжаловать это решение. Почему же это инфошум? Да, почему это инфошум? Хотя, на самом деле, мне кажется, это практически очевидно. Потому что Саакашвили выслали из страны, ему запретили въезд, и он может обещать что угодно, может кому угодно грозить, обещать. Его все предположения, прогнозы, анализы насчет украинского правительства, они ничего не стоят. Его лишили украинского гражданства, на него заведено уголовное дело. В общем, у него сейчас нет реальных шансов вернуться. Хотя известно, что время в принципе в политике, а тем более в украинской политике, понятие относительное, но сейчас это совершенно ничего не значащее заявление, оно ни к чему не приведет. Это просто его какое-то эмоциональное заявление. В общем, несмотря на все это, его пост в Фейсбуке приняли за новость 46 российских изданий. Выпустили заметки под такими заголовками, как «Саакашвили назвал Порошенко барыгой и пообещал вскоре вернуться на Украину». Это издание-версия. «Саакашвили пообещал вскоре вернуться на Украину и носить передачки Порошенко, телеканал РЕН и другие». Ну, в общем, практически как Карлсон улетел, но обещал вернуться. Спасибо, Илья. Илья Клишина, диджитал-директор RTVI, представил рубрику «Инфошум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова